Спасаемся как можем. Самый теплый месяц в году оказался очень ужарким. Столбики термометра устремились вверх. Уже на днях в регионе обещают 37 градусов тепла. А значит, самое время для родителей задуматься, как защитить детей от солнечного удара. Медики объясняют, солнце не опасно, а даже полезно, ведь оно дает организму жизненно необходимый витамин D3. Просто нужно знать, в какое время дня нежелательно находиться под прямыми лучами этой магнито-активной звезды. Самые прямые солнечные лучи бывают с 11 утра до 4 вечера. То есть, это время желательно находиться дома, если все-таки оказываемся на улице, то в меньшей степени. То есть, чередовать, находить теневую сторону, находиться в тени. Получить солнечный удар рискуют и пожилые люди. У них, как и у детей, слабо работает естественная терморегуляция организма. Основные симптомы солнечного удара – вялость, тошнота и рвота, повышение температуры тела, нарушение пульса и судороги. Всего существует три степени – легкая, средняя и тяжелая форма. Сонливость, у ребенка появляется тошнота, головные боли, головокружение. Ну, в зависимости от стадии. То есть, в легкой степени, то, что я перечислила. Самое тяжелое – это впадение в кому. То есть, такое тоже наблюдается. Ребенок, у него начинается галлюцинация, он бредит, то есть, и впадает в кому. Удивляет то, что греться под знойным солнцем могут десяток детей, а получить солнечный удар далеко не все. Это зависит от особенностей организма иммунитета ребенка. Он с ожирением, первый вопрос. То есть, ожирение более склонен, естественно. То есть, здесь нарушено уже потоотделение, терморегуляция, все процессы, которые должны быть в норме, у него нарушены. То есть, ожирение – это не является хорошо, да, тем более для ребенка. Поэтому он находится в зоне риска, да. Один фактор. Следующее – это, скажем, дети, которые имеют какие-то хронические заболевания, скажем, с нервной системой. То есть, какие-то, не сказать, такие выраженные, но все же имеют. Правда, детям ты все равно не объяснишь всех последствий, что им зной, некоторых просто не удержать дома. Когда у меня краснее кожа, я начинаю идти домой. Ну, солнечный удар я никогда не верил и в жизни никого не видел. Избежать солнечного удара может позволить питьевой режим, 100-200 миллилитров воды каждый час и правильно подобранная одежда. И, конечно, головные уборы, панамы, кепки, шляпы, банданы – в помощь. Нужно защитить голову. То есть, солнечный удар – это идет воздействие непосредственно на голову. В первую очередь, потому и страдает нервная система. Ну, а некоторые родители, несмотря на долгие уговоры своих детей, не готовы рисковать. И категорично в своем решении не выпускать на улицу во время активного солнца. Ну, я разрешаю им только утром и вечером гулять. После 11 я запрещаю. После 11 и до 3. А после 3 и до 11 желательно. А были случаи, что у вас дети получили солнечный удар? Были, когда на речку ходили. Если все же не удалось избежать последствий аномальной жары, меры необходимо предпринять незамедлительно. В первую очередь медики советуют переместить ребенка, получившего солнечный удар, в прохладное место. Так, обязательно. Не холодную воду, не ледяную воду, а прохладную. То есть обтираем его прохладной водой. Прохладной. Если же все же иногда кажется, что если ледяная, быстрее охладится и состояние улучшится, да, но на самом деле это может привести к ухудшению. То есть контраст выраженный не должен быть. И в дальнейшем голову поворачиваем на бок во избежание рвоты. Он может вырвать, и эти рвотные массы могут асфиксировать, чтобы этого не произошло. Мы поэтому поворачиваем голову на бок. Препараты какие-то давать не следует, когда вот такая легкая форма. Если же все же состояние не улучшается, тогда уже, естественно, необходимо, и в первом случае необходимо вызывать специализированную медицинскую помощь. Также врачи призывают не пренебрегать солнцезащитными кремами, когда заранее знаете, что ребенок проведет много времени под прямыми лучами солнца. Многие родители не видят необходимости использовать средства защиты от солнца для детей. Конечно, от солнечного удара они не спасут, а вот от обгорания и рака кожи точно защитят. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.